здравствуйте дорогие телезрители вы присутствуете на передаче hotwire web development и мы решили вам рассказать о такой замечательной технологии как hotwire я думаю что многие про нее слышали кто-то не слышал у кого-то есть противоречивое восприятие по поводу того что это такое и вообще для чего она появилась я вам сейчас покажу страничку которую можно открыть себя в браузере и собственно изучить демонстрацию от самого дэвида создателя этого чудесного решения где он просто на простых примерах как обычно показывают как она в принципе работает если говорить о сегодняшнем рассказе она разотрону больше какую-то смысловую нагрузку что это и зачем вместо того чтобы делать какие-то примеры там или скринкаст или что-то кодить возможно там в дальнейшем будущем мы об этом поговорим но это как бы пока что не не даже не планы поэтому мы должны на расчасть начать с небольшого контекста обо мне для того чтобы подъехать к теме чуть чуть более подготовленными значит некоторые люди из сообщества хекс это меня знают хорошо кто-то знать мне поменьше но я сейчас могу скажем так официально заявить что я законе закончил уже давно как давно давайте так официально в этом году деятельность по веб-разработке на рельсах и в данном случае удивительным образом в конце этого пути у меня появилась в руках такая замечательная технология которая в принципе она даже как-то с радостью поставила точку во всем это пути развития не в смысле что развитие больше не будет а в смысле что появилась хорошая такая рамка в которой можно показать вообще что происходило и как работает вообще вот мышление дэвида что он хочет сделать сами рельсами что он сделал и что такое вообще hotwire и вообще веб-разработка значит я начинал в нулевых в самом начале даже чуть раньше там 98 год когда в простонародье были такие персонажи как веб-мастера я не знаю там кто-то сейчас знает такое слово или смысл его или не знает но это люди которых потом это не полностью стали называть full-stack разработчиками почему не полностью потому что full-stack разработчик это человек который в принципе может решить задачу касаясь всех скажем так системных уровней или слоев веб-приложений или продукта в техническом плане то есть он может коротко там как-то обсудить и бизнес задачу как-то что-то даже может спроектировать спланировать какие-то сценарии как это будет решать поставленную задачу он может все это дело иногда там даже подрисовать в пользовательских интерфейсах естественно все это собрать и поставить доставить в среду эксплуатации для того чтобы этим можно было пользоваться или потреблять то есть он закрывает полный цикл вот это называется сейчас full-stack разработчик соответственно как вы понимаете там внутри есть те самые веселые расщепление там и фронт-энд и бэк-энд и системное администрирование и девопс и соответственно много аналитики и проектирования продуктового веб мастера занимались чуть более широкими задачами помимо вот этого всего добра очень часто в задачи веб мастеров каждый там компании входил еще обеспечение офиса компании то есть вот эти все сервера windows сервера и так далее локальные там какие-то решения там чтобы 1s к работали то есть почему-то это всегда тоже падала на человека который назывался айтишник конечно раньше называли синяки щеки и я как раз таки занимался именно тогда продвижением продвижение заключалось в том чтобы можно было верно подбирать ключевые слова в теге description страницы аккуратно указывать тайтлы и таким образом мягко манипулировать выдачей разных страниц и так далее соответственно в тот момент была одна простая задача нужно было отдавать html если говорить про какую-то динамику то самое самое раннее еще если не брать языки программирования типа там перла или php была возможность она и сейчас есть просто создать страницу подверстать html куда-то и положить и она откроется мы там монтаж такой делаем даже там нужно какой-нибудь apache настроить или использовать виртуальный хостинг выглядело все достаточно прозаично html верстку делаешь и выкладываешь страницу в какую-то папочку на ftp и она у тебя доступна уже по адресу где конечной частью пути является название файла на который собственно бывает такое предварительное небольшое начало от царя гороха соответственно первая динамика появилась которая появилась именно в работе это были так называемые сисе и страницы сервер сайт инклюз то есть мы могли включить кусок другой страницы точнее в тело страницы другую страницу то есть таким образом создавались первые такие рефакторинге don't repeat yourself когда нужно было шапку соответственно навигация чего-то на нескольких страницах размещать и чтобы ее не обновлять во всех файлах сайта да вот появились такие штуки но все это еще было в рамках html соответственно дальше у нас появилась вот то то переходное звено которому сейчас все вернулось это фреймы то есть можно вставить в тело страницы фрейм из игры загрузить с любого другого адреса а полностью страницу со всеми внутренними уже ссылками переходами это получилась такая удобная штука для того чтобы делать добавлять еще какой-то динамики значит что у нас происходит в мире веб-разработки сейчас и куда мы пришли мы пришли в какой-то момент длительными путями длительные пути называют примерно 10 лет вот как раз с двух с двухтысячного там плюс-минус до тысяч там восьмого когда там все это шестого зарождалось но стабильное какое-то понимание как что-то у нас можно делать с вебом чтобы у нас все было там в базе данных и чтобы мы показывали чтобы мы как-то использовали там какие-то сценарии на странице даже джаваскриптовые не могли что-то делать не тонув в необходимости перепридумывать организацию файлов и папа как у нас будет работать некие подходы устаканились появился некий mvc но некоторые могут спорить что это не совсем мвс и классические но этим мы спор оставим за кадром это уже очень сильно прилепилась и это читается как mvc фреймворк конкретно ruby on rails и он скажем так задал какие-то стандарты для большинства других фреймворков они до сих пор пытаются реализовать в себе некоторые вещи которые есть в рельсе как удобное решение но часто у разработчиков фреймворков и вообще разработчиков есть такое очень такое туннельное зрение они не видят и не понимает контекст почему как-то появилось и почему где-то это как-то именно хорошо работает то есть простое повторение чего-то в других языках программирования пытаться перенести рельсовые вещи часто оказывается что нужно написать слишком много поддерживающего кода в рельсах язык программирования ruby и там не это программирование делает очень много работы и благодаря мета программированию сложилась такая концепция как convention over configuration это когда мы как-то о чем-то договариваемся тоже об этом подробно говорить не будем можно будет ссылочку потом привести для того чтобы ознакомиться то есть мы предполагаем как будет себя вести наш фреймворк если мы будем пользоваться определенным неймингом определенными собственно подходами где она что будет размещаться где у нас лежат в юшке где у нас лежат контроллеры что в этих контроллерах есть соответственно как у нас работает наш дата маппинг с базой данных соответственно вот перед вами классическая картинка того самого веба которую мы все любили и любим и обожаем когда у нас идет один http запрос и ему возвращается полностью html страница по http запросу как мы видим от браузера все попадает куда-то в routing routing как-то перекидывает это на контроллер то есть кто-то должен разобраться что по этому маршруту как реагировать соответственно в этот момент контроллер может что-то взять в базе данных и после результата отрендерить в юшку через шаблоны темплейты как раз на странице на стороне сервера и после этого выдать браузер тот самый html респонс который показывается пользователю и дело в том что там внутри существует уже наше дом дерево и манипуляции этим дом деревом какие-то необходимые в рамках именно нахождение на странице когда нам не нужно куда-то ходить и обновлять какие-то данные то есть подсветить кнопочку чем-то там моргнуть или вот как сегодня есть много хороших js компонентов очень достаточно сложных там такие как d3 это для работы там с рисованием там и с разными графами и прочее точно также есть библиотеки разные графовые которые выводят визуализируют данные то есть это вещи которые в рамках дом дерева не решаются то есть их нужно разрабатывать и фактически ты видны движки 2d 3d и соответственно они как-то работают на странице соответственно вот это им там место для этого существует js и в этом плане он прекрасно развивается и у него все больше и больше комфортных инструментов для работы с этими языками с этими компонентами соответственно это называется golden age of web development то есть как это всегда вы выглядело как-то любят называть дальше у нас произошла такая история что появился синхрон из java script request асинхронные запросы из тела страницы которые не отправляют нас полностью через собственно модель браузера когда мы нажали на страничку вернулись уже нам дали ответ вернулся нам ответ здесь есть возможность отправить некий request соответственно и обработать ответ на этот request не перезагружать страницу и как-то сманипулировать дом деревом то есть это появилось в тот момент когда стало понятно что ради одной кнопки в принципе который может как-то поменяться в зависимости от статуса например корзина товаров и там счетчик сколько у вас товара в корзине это очень распространенный сценарий был именно тогда интернет-магазины раз расцветали соответственно появилась технология ее тоже стали использовать в принципе у нас если мы посмотрим на нашу модель она не особо изменилась да вот справа она нарисована то есть пока что как бы все в порядке двигаемся дальше дальше у нас появилось очень интересное развитие нашей модели это single page applications то есть это модель когда мы находимся в рамках одной страницы и мы уже больше никуда не переходим то есть это стало как некое первое именно приложение которое работает в браузере который один раз загружается и соответственно все что нужно и потом будет у пользователя моргать прыгать или что-то показывать кроме данных до находится уже загружены с нашего сервера статики то есть загружается какая-то html на странице она дается в браузер и дальше начинается работа в у нас появляется уже роутинг помимо серверного роутинга да у нас появляется роутинг на странице спа там раньше были ссылочки через хэш и сейчас уже научились менять history api когда у нас не через хэша прям полностью адрес меняется но давно научились просто такой шаг развития вот соответственно троутинг на стороне клиента начинает работать появляется дополнительный контроллер точно по такой же схеме который за следит за тем что происходит и решает там дальше бежать за новыми данными или просто обновлять в юшке данных которые сейчас сформировались типа вычислений достаточно тех что на странице у нас появляется новый слой условно говоря это еще не фронт-энд разработка но это уже достаточно более глубокий режим работы с java скриптом из дом деревом нежели просто верстка html верстка элементов или какая-то юай верстка соответственно вот у нас такой третий шаг и появились у нас спа дальше у нас появляется фронт-энд да собственно нам стало не хватать ресурсов потому что и нет страницы стала все больше и больше тяжелая то есть каждый раз она возникла необходимость как-то это все дело развивать чтобы это все шевелилось быстрее лучше у нас появляется прекрасные вещи такие как virtual дом runtime на сервере gs овский на соответственно нас остается тот же на наш html который все равно где-то гоняется и у нас еще остается а пишка да мы ходим как бы в тонкий клиент и запрашиваем данные обновляем то есть как вы видите у нас добавляется еще один слой который работает на сервере и у нас появляется еще одна точка которая попадает в роутинг именно бэкэнда нашего это соответственно некий фронт-энд от фронт-энд это когда между на главной странице но там который загружена в браузер и между сервером еще есть какой-то middle сервер да на котором весь java script начинает себя как-то вести он или в опишку ходит многие даже там их умеют в базу данных прямо ходить и они вот как-то готовят что-то да вот появился еще один слой для того чтобы весь наш java script весело и задорно двигался вперед соответственно как мы видим у нас появился еще один слой можно говорить об этом появился слой специализации определенной людей которые как бы уже full стеком в этом формате быть просто сложно не потому что это нельзя уметь то есть знать и настраивать или как-то что-то писать можно для каждого компонента это можно обучиться но когда вы находитесь в настоящем режиме работы когда вы что-то строите когда вы что-то делаете в какой-то компании приложение уже достаточно большие и это увеличивает необходимость появления новых специализаций отдельных просто людей там или подразделений для того чтобы все это дело как-то работало для того чтобы задачи как-то выполнялись и бизнес задачи те которые с самого начала мы обсуждали когда там шептали на ухо веб-мастеру там нас там должен быть там такое-то такое-то решение соответственно как мы видим у нас все это увеличивается количество взаимодействия увеличивается количество команд увеличивается идем дальше у нас есть одна простая вещь которая описывает все происходящие события то есть организации проектирует системы которые полностью копируют структуру коммуникации в этой организации здесь хочется сказать отдельно про facebook про google про их решение например при реакты например с про мой самый любимый граф киуэл в кавычках что от граф киуэл очень хороший пример решение проблемы собственной до в компании где такая проблема в таком объеме в такой структуре в принципе нигде не повторяется на планете то есть здесь нужно разделять и понимать что это не значит что нельзя у себя применить граф киуэл пожалуйста можно дело в том что facebook решали исключительно свою задачу куда они сами попали создавая такой продукт и ведя его дальше что они такая одна большая одна страница в которых начинают в которой начинается очень много двигаться данных и они просто пухнут от того как эти разбирать контейнеры которые как раз вот летает между там браузерами между моделями там в бэк-энде и фронт-энде и они от этого вынуждены были собрать это опять отдельные вагонетки в некую общую в некий общий поезд с какими-то правилами да для того чтобы собственно решить свои проблемы и с нагрузками с разборами со скоростью разработки и так далее эффект от граф киуэл от внедрения будет у вас только если вы хоть как-то начинаете приближаться к именно к структуре то есть вы одностраничник почему-то такое пухший да и вы имеете в принципе объем организации то есть коммуникации вот этих отделов подразделений примерно там как у фейсбука да то есть такие компании наверное есть но я находился на рынке заказной разработки вот там все это время скажем так и все клиенты которые заказывают разработку или которым нужен софт они себя не представляет такие объемы организации хотя они просто-напросто решает свои какие-то проблемы при помощи технологий возникает интересная история что предприниматели или те кто принимает решение даже о продуктах они находятся в принципе за гранью принятия технических решений так как у нас все модно молодежно то все-таки технари и они правят балл какие где будут технологии очень часто преследуют личные цели пробуя там технологии пробуя какие-то интересные задачки как там их порешать там потому что вот можно сослаться там на видос который недавно был в переводе на русский интервью с дэвидом он как раз там рассказывает о том что все мы как как инженеры там как мальчишки мы все как бы до старости лет остаемся мальчишками у нас просто меняется игрушки и вот этот формат переписать эти кубики лего переделать сделать свои это инженерно это исследовательские и так далее но это никак не связано с полезностью применения этого решения и никак не рассматривается проблемы которые будут привноситься такими слепым копированием применением технологий потому что где-то в какой-то другой компании это используется соответственно мы стоим очень твердо на этой позиции производительность труда при таких технологиях крайне падает есть такие параметры как ттм time to market отдельно мы про них собственно и поговорим попозже вот мы смотрим на ситуацию когда вот такая конструкция у нас примерно появляется если мы есть делаем продукт но условно говорят там банковское приложение кто-то делает кто-то делает приложение там досок объявлений я не знаю кто еще что делает но на сегодняшний день да у нас мобильные устройства является активной частью как секонд-скрин там вторым или иногда даже первым местом потребления продукта но при этом второй или первой они всегда сосуществует вместе с бэкендом а точнее с веб-приложением там у него какая-то морда еще может быть например сета банк можно же в клиент банк зайти через браузер через мобильное приложение соответственно у нас две платформы на сегодняшний день для которых все это делать это android и iphone и вот теперь мы смотрим на структуру коммуникации которая растет вокруг вот этих компонентов куда мы все пришли вот в таком количестве на то есть мы представляем какая у нас интересная задача для того чтобы что делать отдавать html пользователя то есть фактически разметку уже неважно на каком устройстве это это мобильное приложение или это мобильный браузер или это как его или это веб-браузер соответственно мы это делаем все для чего то есть вот вопрос такой очень интересный для того чтобы передавать текст картинку для того чтобы но там передать видео и или это в основном это текст и картинки да и вот у нас вот такая получилась организация и такая структура этот кадр я взял из презентации еще про турболинкс тоже оставлю ссылочку рекомендую посмотреть по моему 16 года или когда то то есть как раз именно вот именно эту часть там человек объясняет достаточно разработчик турболинкс достаточно доходчиво да там зачем это нужно соответственно что это нужно нам или нет то есть зачем это все я устал я ухожу я хотел немного других вещей написать но не буду дело в том что я я занимаюсь именно на данный момент в компании связующим в компании гипер я работаю у меня до этого были вот заказные разработки множество разных интернет-магазинов разных систем там трафика генерирующих и нет и все это я делал на руби рельсы где-то я в основном работал сам но в более крупных проектах и которые начинали стартовать хорошо я нанимал команду и ребят собственно тоже участвовали в этих проектах и где-то я присоединялся командам то есть такая была полу распределенная работа и ни разу нам не понадобилось на чтобы зарабатывать деньги или чтобы запускать проекты вот такая вот сложность то есть как правило один проект всегда стартовал в рамках одного человека который знает рельсы а рельсы это у нас на сегодняшний день ну скорее всего я буду считать единственным инструментом которым человек может владеть для того чтобы полностью решить задачу для бизнеса то есть вот это руби он релс разработчик и мы берем любые потребности которые есть на рынке компании которые существуют им нужны там интернет магазина какие-то части других систем взаимодействия с 1с то есть достаточно одного инструмента который полностью это решает причем в его классическом виде на то есть request response большинство систем не требует постоянного реал тайма и не требует постоянно вот этого обновления страниц но из-за того что люди завозят технологии они сразу начинают строиться с каким-то предположением преждевременной оптимизации что у них будет очень много запросов потребления и прочего соответственно сначала получите вы свое потребление на а потом разбираетесь просто с технологиями как их как их оптимизировать и что делать и это раз а второе это то что большинство так и не получает это потребление раз оставшаяся часть которая получает потребление все равно падает под нагрузками и теряется в такой мощнейший комбинаторики которые они себе натащили что никто уже не знает люди поменялись документацию особо никто не пишет кто-то вкорячил тайп скрипт пытаясь какую-то зафиксировать антологию кто-то еще пытается ддд для этого использовать и тоже не знает как все пытаются договориться о лучших практиках и как-то бегут за все хорошее против всего плохого в итоге получается братская могила и когда устает бизнес от каких-нибудь тормозов или еще что-то появляется новый технический директор или там руководители разработки и на белом коне все переписывается едут дальше соответственно это все проблема не технологии это проблема организации труда еще раз напомню что такое количество не знаю там но не костыли лад такое количество решений такое количество компонентов такое количество узлов в этой всей архитектуре сегодняшней до нужно для того чтобы поставлять html картинки да вот есть такая песня там 300 300 метров джаваскрипта грузит текста 300 байт я элита программист и не какой-то там разгуляй поэтому это ничего не поменялось я всегда со стороны наблюдал за этой ситуацией поэтому я крайне удивился что там в декабре там дэвид к начал активно что-то выкладывать он обычно сильно новый там не форсит но он опубликовал интересную штуку такую так называемую как turbo frame и вообще turbo hotwire hotwire состоит из нескольких компонентов это turbo drive turbo frame стимулус и соответственно turbo stream вот про каждую сейчас я отдельно просто расскажу концептуально что это такое в рамках всего предыдущего рассказа значит turbo drive и это естественно джаваскриптовая библиотека которая подключившись к странице она делает что она перехватывает ссылки которые есть обычные ссылки отправляет их дальше в тот же роутинг который ждет на сервере и возвращает полностью заменяет тело страницы из-за того что это на уровне джаваскрипта происходит есть возможность менять адресное пространство в браузере и соответственно использовать history state у нас получается работает история вперед-назад у нас работает возможность скопировать ссылку открытие и она точно так же отработает в нормальном роутинге без вот этого аджак с реквеста и соответственно мы используем самое главное мы используем кэш именно http кэш именно завязанный как раз таки на адресах на ссылках и мы включаем все весь механизм себе подчиняем да то есть мы им пользуемся мы не перри придумываем кэш мы не при придумываем способы как нам что-то облегчать мы просто пользуемся кэшем который прекрасно работает описан поддерживается хромом и так далее очень можно хорошо делать отладку и так далее что-то получается что нет всего лишь вставив вот эту одну штуку и получить прирост визуальной скорости отображения страниц что это значит нас как бы в хэде загружается всякие стиле загружается еще библиотеки шрифты и так далее иногда это в принципе такой весомый кусок который глазом можно заметить если бы просто ходить по страницам без всяких джаваскриптовых запросов просто по http но когда мы просто меняем сам саму тело то у нас оказывается что страниц открывается моментально и об этом тоже много говорят есть у людей восприятие что такое быстро что такое медленно и вот сражение на быстроту страницы на быстроту открытия идет как раз в основном в той части цифры которые незаметно человеческому глазу то есть насколько быстро уже там рендерится не имеет значения потому что и так и так то самое ощущение отзывчивости и открытия страниц она получается абсолютно простым решением вот это первая часть turbo drive но она у нас как бы таскает все тело страницы это не интересно что делаем дальше у нас появляется turbo frame в начале своего рассказа я упомянул именно фрейм и там не сервер сайт инклюз то есть это какая-то часть страницы которая у нас загружает но что-то из другого места соответственно что такое turbo frame и вход в то есть мы определяем таким простым тегом turbo frame с какой-то айдишкой кусок страницы и все ссылки которые находятся внутри этого фрейма используют именно turbo drive они делают запрос в наши рельсы в которых ничего не поменялось у нас тот же роутинг те же контроллеры те же вьюхе рендерится и все ответы которые там идут рендерится нам не нужно указывать куда они будут на странице отображены это отдается чисто что my response но он четко попадает полностью в то место откуда пришел запрос то есть просто указав turbo frame мы сразу получаем так называемый маленький мини-браузер в котором вы можете делать все свои там крут операции ходить по ссылкам и так далее здесь я ничего не говорю про тайл винт и прочие интересные вещи которые позволяют работать на компонентном уровне как раз таки уже с юзер интерфейсами но условно говоря просто перечислю значит через этот механизм абсолютно без строчки джаваскрипта работают модальные окна работают естественно всякий in place editing работает как раз таки какая-то навигация там например там выбиралки там дропдауны и прочее то есть все это работает без единой строчки джесса тайл винт тут помогает например если нам нужно модальное окно открыть то есть он просто позволяет сделать без сильного геморроя как раз таки вот визуализация этого на модального окна вот это просто html это просто html который точно также ходит точно также возвращается вы не пишите ничего лишнего дальше у нас есть турбо стрима это построенный естественно action cable это библиотека тоже встроена является частью рисового фреймворка она позволяет работать тоже без сильного геморроя при настройке и при обслуживании и при вообще как бы ну что называется разработки веб-сокетного какого-то решения что у вас есть например вот turbo frame если взять ситуацию мы когда нажмем на ссылочку ответ у нас придет естественно наш фрейм обратно но он если мы хотим при этом еще сделав что-то обновить другие части своей страницы на во-первых там есть трюк как это сделать именно стримами не через веб-сокеты там очень интересная развилка чтобы все понимали turbo стрим это способ передачи сообщения но еще там будет развилочка что можно это сообщение сразу в ответ наш ттп запрос сделать мы можем обновить и этот turbo frame и какие-нибудь еще части страницы но при этом мы можем точно также отправить все это через веб-сокеты которые обновят все соединения которые у нас есть например на этой странице если мы я не буду подробности указывать как это встраивается еще раз это все там достаточно просто описано но вот с декабря месяца по сегодняшний день мы активно интегрировали это все в систему которая занимается тот проект с над которыми сработаю то есть поменяли там технологию пили решения там ушли от фронт-энда и все получилось достаточно хорошо и быстро проект большой если объем пояснить это тип проект это гитхаб только для строительных объектов капитального строительства то есть если в гитхабе есть предмет только на самом деле один это текст и движение вокруг него это изменение этого текста и так далее вот в нашем случае это чертежи это pdf это 3d модели то есть там сейчас уже были решены задачи там сравнение pdf как и так далее это все делается как раз таки на уровне джиэса на странице это библиотеки их никто не трогает но как бы вся вот организация как это все должно работать абсолютно четко вписалась в эту концепцию и весело и задорно двигается соответственно весь realtime какой-то интерактив за которым все бегают для того чтобы у нас были не знаю там веселой и задорной страницы чтобы у всех что-то все обновлялось так далее управляется без строчки джава скрипта для именно этой механизм еще раз java script есть есть определенные библиотеки которые используются в том числе для 3d но для организации того чтобы это работало и чтобы мы получали что мы вообще не используется никакой java script при этом у нас страницы достаточно интерактивные то есть вдруг если понадобится или позволит время я могу продемонстрировать как у нас есть такой компонент навигатор он похож на как-то проводник да там папочки открываются или там документы открываются и так далее они там них большая вложенность и они все вот такие живы это получается такая вот большая табличка которая скроллится она сделана полностью там открываем клик мы получаем только то что нам нужно для этого места есть подгружается кусочек этой подпапки именно в то место куда мы кликнули да и она у нас кажется открытая на при этом есть очень интересная история что есть lazy loading тоже на это можно посмотреть когда мы прописан turbo frame и делаем ему из срк то есть source откуда его взять а он загружает тоже по определенному адресу просто вашу рисовую вьюшку который отвечает на какой-то запрос соответственно наша задача сводится вообще к минималке мы должны очень четко выделять предметы в этом плане это немного про рельсы но все же как бы не жалейте контроллеров то есть какой-то момент нужно понять что рельс вообще космический роутинг по возможностям то есть как можно что-то сделать и словно говоря если вам нужно там кнопочка которая редактирует не знаю там только название чего-то а у вас у этого объекта может быть много разных полей разных местах то не стесняйтесь делать отдельный контроллер именно под это действие на чтобы он у вас был компактный чтобы он выполнял два-три действия но вы тогда задействуйте весь механизм который идет вместе с hotwire вам становится доступно очень много той самой рельсовой магии когда у вас автоматически можно сделать бродкаст вот соответственно здесь на про бродкаст и отдельный слайд не делать и штуку бродкаст он является частью turbo стримов и мы соответственно можем из за уже из кода из любых частей откуда нам это нужно будет из каких-нибудь джобов из каких-нибудь моделек или из контроллеров да собственно сделать стрим куда мы отрендерим просто наши рельсовые темплейты и они разлетятся кому кому это нужно вот это если про говорить про turbo ну и разумеется у нас есть стимулус это как раз таки решение для того чтобы все-таки писать на какую-то интерактивность или какое-то взаимодействие на фронт-энд части вот если нам опять же вот эта кнопка должна моргнуть или там что-то должно не знают рендерится как-то иначе то есть что называется из коробки такое решение как стимул с джейс то есть тут на примере написано как в любом месте что мы ли мы просто указываем дата атрибутами как у нас будет использовать контроллер мы сдаем какие-то таргет-элементы то есть те дом объекты над которыми мы будем работать это из этого джаваскрипта и соответственно вот примитивный контроллер который на клик в спане напишет там hello то что было из input а соответственно это достаточно примитивная конструкция она простая понятная и это те же самые контроллеры которых надо не жалеть то есть у вас есть кнопка у вас еще лучше если у вас есть какое-то действие которое можно перенести не только на одну кнопку она несколько до контроллера можно использовать хоть на каждый элемент по и по несколько там параметров почитать документацию то есть это очень очень мощный инструмент и они вместе работают очень хорошо разумеется можно из прямо из стимулуса делать те же самые request и у них есть внутренней библиотекой квест жест что это значит это она штука просто такая обертка сверху фичей для того чтобы в рельсах как вы знаете есть всякие токены токены сессии то есть для защиты от кросс-сайт там скриптинга или еще и прочих нехорошестей до которые любят там например запросы делить слать из других серверов соответственно когда мы будем слать запросы всегда будет проверяться вот эта безопасность валидный ли запрос или нет идет он с нашей страницы или нет соответственно вот в стимулисе даже если вы будете делать запросы они сразу оборачиваются в нужное количество вот этих переменных которые долетают до сервера у вас просто все работает вот соответственно да это у меня последний слайд вот я надеюсь что донес на вас основную идею что мы все-таки находимся в том самом golden age of development и удивительным образом дэвид нам эту штуку вернул и именно никто не понимает ее сейчас мощности потому что фактически если мы будем говорить про то что происходит в компаниях то что происходит в трендах конференции то что сейчас рассказывают оставится но по крайней мере у меня это давно стояла все под вопросом зачем они все вот эти нужные вещи на к вокруг задачи которые мы делаем еще раз я не беру частности где вот нужно что-то такое организовать но жизнь она устроена как правило в формате что нам нужно отдавать кусочки текста пользователю до с картинками в нужный момент времени так вот hotwire в комплекте с рельсами исключительно на сто процентов решает эту задачу силами одного человека вместо вот этого крокодила который у вас на экране отдельно хочу сказать про комплект эта штука которая еще не вышла она будет и почему здесь речь зашла об андроиде и веб когда мы просто говорим про hotwire вот последний из коммерческих заказов которые делал пару лет назад была такая интерактивная скажем так приложуха которая на андроиде работала там для людей которые что-то там куда-то отвозят и все это было на рельсе соответственно я тогда сделал такой шаг написали мы на react на и тебе именно мобильную часть чтобы как раз таки схлопнуть вот эти две средние допустим право это будет у нас android а нет ios android но левая и средняя схлопнуть в один какой-то репозиторий чтобы можно было этим работать но все равно у нас оставался backend с ним надо было работать и так далее так вот раньше технология это была сырая она называлась turbo ios или turbo android но сейчас они опубликуют это не знаю там в декабре или там может быть по весне как у дэвида будет история развиваться с этим это тот же самый hotwire только для мобильных приложений там используется нативная сборка в нативные компоненты но при этом в качестве источников для того что у вас там рисуется на страницах пользователя вы будете переиспользовать ваши рисовые вьюшки я не знаю насчет интеграции самих вьюшек непосредственно в код мобильного приложения но то как это работало раньше на там есть два подхода вот один из них это был просто собственно запрос из web web view потом еще компонент какие-то появились я уже немножко отстал потом от этого я в мобильной разработки не так силен но она там достаточно сложно и сейчас если туда заедет вот этот html over the wire то есть то что отправляется html по веб сокетом и как раз таки он имеет таргет цель до куда ему приземлиться и срабатывает какая-то готовая конструкция которая в нужные места размещает точно также мобильном приложении это просто принципиально уже будет неким фактом что тут все вот эти загогулины для людей которые делают просто выдачу html причем интерактива как правило не нужно условно говоря не знаю как там в банках там на это совсем печально все но люди там любят вот это все городить хотя клиент банк это до сих пор приложение веб-приложение которое по моему личному мнению вообще не требует интерактивности кроме нескольких условных счетчиков то есть то что мы заходим на эти сайты там грузится 300 килограмм вот этого фронт-энда потом начинается вот эти джейсон коммуникации эти джейсон коммуникации они разбирают они как-то готовят потом они их разбирают там на странице потом не рендер и да вот почему просто не отправить кусок html который не надо разбирать который вставится туда куда нужно вот такие вопросы как бы поднимает дэвид достаточно давно он не часто их объясняет наверное потому что он больше особо ты не хочет рассказывать он делает знает что он делает решение у него достаточно хорошие только развивается мы не будем плюсы седьмых рельс сейчас тут еще рассказывать просто их намного больше потому что случился вот такой hotwire и фактически заиграл весь ансамбль инструментов которые он до этого очень долго как бы втаскивал в рельсы то есть рельсы сейчас является таким комбайном который по версии генри форда там есть такая фраза то есть мастерство в машине то есть иногда какой-то мастер где-то что-то умеет делать например там колить железо в печи и там очень важно подбирать температуру топить печь там так чтобы было там она постоянно и чтобы не падал и чтобы она не было больше и какой-то специалист это умеет хорошо делать но со временем когда эта технология уже становится понятно ее можно как-то упаковать сделать ее компактный на вот это в этой печи появляется одна кнопка типа включить и выключить и процесс работы без абсолютно каких-то знаний как его организовать и вот это основной подход который про который дэвид тоже рассказывает есть видосики это называется абстракшен компрессион он делает пакует абстракции концепции в более емкие которые внутри достаточно хорошо прорабатываются и они функционируют но они делают нам веб-разработчикам конкретно про рельсы до возможность не заниматься многими вещами все уже давно привыкли к разным дата маппером там вот к актив рекорду и так далее а вот в период начала всего этого веб-разработческого периода там с нулевых вот вопросы по искил инъекциям по их правильной правильной очистки экранированию комбинированию чтобы это не попадало в разные нагрузки там и так далее просто хотя бы в базовом варианте использования это все делалось руками и по сути дела когда ты стоишь перед задачей что тебе нужно отобразить сколько там 10 там пользователей сейчас или там чтобы что-то сообщение куда-то отправилась и ты постоянно должен еще держать квалификацию очень серьезную как делается вот эти внутренние решения именно для того чтобы сделать свою задачу еще раз вот если перед вами стоит задача делать сложность дел запросы это ваша задача и вы ее будете решать то есть речь не об этом речь о том что большинство задач 90 процентов даже больше вот веба и мобильных коммуникаций мы не берем там игры интерактив или что-то специфично еще раз вот html они сводятся к тому чтобы в какой-то момент времени выдать кусок текста и все получить пользователю информацию дальше делать свои дела касается всех бухгалтерских систем веб-систем чего угодно там банк клиент банков каких-то сайтов с резюме и соответственно каких-то там слегка интерактивных чатов вот эти все вопросы решается просто под ключ вот на этом собственно у меня все хочется сказать тоже там финальный пару слов спасибо этом хекс это что мне дали возможность как-то рассказать высказать свою вот это взгляд на ситуацию происходящее в мире она больше такая положительная позитивно то есть я считаю что как минимум не то чтобы там какой-то раскол будет или еще что-то если люди трезво мыслит и они хотят какие-то решать прикладные задачи для бизнеса там для каких-то продуктов и проектов и они понимают стоимость их решения не как минимум уже взвесит на что им нужно если нужно просто что-то показывать что-то отображать но еще раз говорю это 90 процентов но даже не всех веб-приложения давайте так это 90 процентов всех всех веб-страниц и всех задач которые есть то что где-то есть например вот возьмем там те же онлайн-игры браузерные да вот я помню там раньше их перевод был расцвет большой там был очень много интерактива многих тоже там на рельсе писали но прикол в том что люди начинали от рисовать и устраивать эту всю модель обновлении интерфейсов то что у вас есть какой-нибудь один компонент окей он там может с графикой может нет но весь обвес какие-то настройки персональной страницы кусочки там что-то выбрать нажать поймите это все тот же самый интерактив простой response request и все больше нету технологии вот это позволяет нам совладать теперь с любой сложностью такого объема до понимая что если у вас где-то совсем нужен там 3d компонент или что-то вы или там технически там на стороне веб-страницы то пожалуйста этих компонентов дофига вот веб-компоненты развиваются отлично тоже не собираюсь я переписывать перепридумывать все вот эти date селекторы там и так далее они прекрасно работают и мне там знать не нужно мне дату нужно выбрать на или там период дат то есть если бы я занимался разработкой этих компонентов я бы ими занимался да ну вот я вот фокусируюсь на прикладных задачах которые меняет у кого-то там жизнь в лучшую сторону или не меняет если они не получается но я рекомендую вам на это внимательно посмотреть пересмотреть ваше понимание вообще есть она у вас какое-то иное было нужно это делать или нет и соответственно выбирать свои карьерные треки и пути там в какой-то нужное русло которое вам больше понравится то есть вот выбор за вами решайте что делать но веб никуда не денется то есть вы должны понять что не они не пропадут никуда http протоколы они только будут они только-только в жизнь внедрились можно сказать вошли в эксплуатацию никуда не денется html никуда не денется css и это является базовой задачей показать что-то вот на странице если вы прогнозируете там свой путь кем вы будете жить дальше как вы будете что-то делать или работать и хотите связать там свою карьеру с разработкой а именно с веб-разработкой то вот посмотрите на эти решения и подумайте туда ли вы едете или нет вместо изучения тонны организационных моментов с тем как что-то надо собирать паковать как-то компилить куда-то доставлять можно это не делать вот чего я вам желаю ну что спасибо всем до новых встреч